В рейтинге самых мусорных дворов двор на улице Чернышевского занял бы первое место. Таких грязных территорий в городе не так много. За домом, под окнами, свалка бытовых отходов. Пустые банки, пакеты, коробки и отходы из дерева. Мусорные контейнеры стоят во дворе, но жильцы даже не стараются до них дойти. Ненужные вещи бросают прямо из окна. Грязь кругом. Люди, где живут, там и гадят. Женщина на первую очередь со стороны мыла окно и выкинула вместе со шторой. С лицевой стороны дома обстановка не лучше. Разбросанные одежда и обувь, бутылки, рассыпанные по всей территории окурки. Один из балконов цокольного этажа люди превратили в мусорку. Выходят с этого и выбрасывают тут же. Вот лень куда сходить до мусорки. Я не знаю, что за люди. Жильцы одного из домов на улице Сурикова решили, что мусорные контейнеры подходят для всего. И принесли на площадку свою старую мебель. В контейнеры запихали подушки, а сам диван поставили у баков. Куприт, конечно, все это увез. Но в следующий раз вывоз негабаритного мусора, возможно, придется жильцам оплачивать отдельно. Кировчане даже устроили флешмоб, посвященный грязным дворам. В соцсетях люди делятся фотографиями улиц, по которым давно плачет уборка. Среди таких улица Левитана, Стахановская, студенческий проезд, Циолковского. В этом году, как ни странно, очень мало жалоб на отходы жизнедеятельности собак. Ну, это наша бескультура. Надо с детства нас воспитывать. Мы должны воспитывать сейчас уже. Общегородские субботники в этом году начнутся 15 апреля. Кто-то выйдет на приборку раньше. Судя по масштабам, многим дворам прочищать территорию после зимы придется несколько дней. Видя то, что сегодня творится у подъездов, в Кировчине предлагают жестче штрафовать авторов таких вот весенних пейзажей. Надежда Алюшина, информационный канал Город.